Голод стране не грозит, и вопреки всем невзгодам. Об этом после заседания Совета Безопасности заявил президент Игорь Дадон. Глава государства также заверил, что и аграрии, пострадавшие от капризов погоды, не будут брошены на произвол судьбы. Власти делают все возможное, чтобы их поддержать. Согласно представленному на заседании Совбеза отчету, больше всего пострадали посевы в центральных и южных районах страны. Всего же по стране зерновых первой группы собрано 600 тысяч тонн, в половину меньше среднестатистического. Власти готовятся к тому, что из зерновых второй группы соберут на 50% меньше, чем в прошлом году. По словам Игоря Дадона, на складах Госрезерва есть еще 50 тысяч тонн урожая прошлого года. С фуражом тоже все будет непросто. Но кормов хватит, утверждает президент. Обычно в Порумбе, в Молдове, мы аналитно собираем около 2 миллиона тонн. В прошлом году были 2 миллиона тонн. Секуратура фуражирования, то есть интернет, это 700 миллионов тонн. Обычно мы экспортим 1 миллион, 1 миллион, 300 миллионов тонн. Мы estimаем в этот год рога по порумбе, что это более 1 миллион тонн. На поддержку пострадавших от засухи агрария в правительство дополнительно выделило 300 миллионов леев. На компенсацию могут рассчитывать те, у кого пропали азимы, кукуруза и подсолнечник. На честном фонду тотал для суссинера агрикультуры есть 2 миллиарда, 500 миллионов долей. В компенсации, это было бы примерно 500 миллионов долларов. Но мы держимся на том, где 200 миллионов в крещере. Игорь Дадон подчеркнул, речь идет о помощи, которую власти изыскали из внутренних историй. Но они собираются прибегнуть и к внешним. Мы не обрешали партнерилы externи. Мы обрешали с кондукцией Федерації Руси. Мы сперем с обтянем у нас поддержки в форме моторин для agricultов, которые были самые крупные afectы. Дупо как мы знаем, мы решили, мы решили с поддержкой, у нас поддержкой, у нас поддержка, у нас поддержка. Глава государства заверил сельхозпроизводителей, что прекрасно понимает, через какой непростой период они проходят, но призвал их не поддаваться на манипуляции политиков, преследующих цель дестабилизировать ситуацию в стране. Ситуация в области сельского хозяйства и поддержка местных фермеров были наиболее важными темами, затронутыми на последнем заседании правящей коалиции. ПСРМ-ДПМ с участием премьер-министра Иона Кику и президента Игоря Дадуна. Во время встречи премьер заявил, что исполнительная власть продолжает оценку ущерба и окажет дополнительную поддержку фермерам. Во вторник в результате диалога между депутатами ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП была создана рабочая группа по поиску решений проблем сельхозпроизводителей.